Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Неликой Своего веки и веков! Аминь! Веков Аминь! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы хотели бы в нашей передаче «Православный Заречный» поговорить с вами об одном из церковных таинств, который называется «Елея помазание» или «Соборование». Это то таинство, которое, наверное, очень многие уже православные христиане, с которым знакомы, в котором, наверное, участвовали, если они правда ходят в церковь православную. Если мы посмотрим на Священное Писание, Священное Предание, то увидим, что в Древнем мире было очень широко распространено помазание маслом как средство лечения от многих болезней. Еще в Ветхом Завете, как мы слышали в притче о милосердном Самарянине, когда человек попал в руки разбойников и находился в плачевном состоянии, то некий Самарянин, который прошел мимо этого человека, остановился, помазал его раной маслом и вином, тем самым давая ему исцеление и послабление в его болезнях. Сам Господний Иисус Христос во время своей земной жизни на земле, посылая своих учеников и апостолов с проповедью Евангелия, разрешал им мазать маслом больных людей. Благодаря этому они исцелялись. Первое указание на это таинство мы видим в посланиях апостола Якова, брата Господня, который говорит следующее, «Что кто-то, если из вас болен, то пускай он призовет пресвитера церковной, то есть священников, и они, сотворив молитву, помажут его елеем, и молитва веры спасет болящего». Потому что во время молитвы, которую совершают священники и люди, находящиеся в этом доме или в церкви, на котором совершается таинство соборования, молитвы призывают помощи Духа Святаго. И тайным образом, через видимое помазание елеем, человеку прощаются грехи, в которых он не успел, может быть, покаяться по своему внутреннему нерадению, потому что, может быть, забыл их. Возвращается человеку первоначальное здравие, душевное, и вследствие чего и телесное. Если мы посмотрим на священное писание и священное предание, то увидим, что именно в первые века таинство соборования было очень широко распространено, что многие люди мазались маслом для того, чтобы исцелиться от своих болезней. Если мы увидим про соборование, то почему называть соборование? Потому что приходило семь священников соборовать одного человека. То есть это была соборная молитва. В первое время оно имело определенный вид, когда в каком-то доме служили литургии. Это был богатый человек в основном, то есть у него была домовая церковь, и в этой церкви служили семь священников, например, одну литургию, на которой освящалось масло, и этим маслом помазывали больного человека. Или служили семь литургий подряд. То есть каждый день в течение семи дней, то есть в течение недели, служилась одна литургия, освящалось масло, и этим маслом помазали больного человека. В современном православном храме, как мы, наверное, все видим, соборная в основном происходит великим постом. Тогда, когда мы должны задуматься о своем духовном телесном спасении. В нашем храме, как вы, наверное, знаете, соборная проходит каждый четверг великого поста. Когда приходят люди для того, чтобы, правда, покаявшись, помолившись, учить от Бога прощение и исцеление от своих недугов телесных и душевных. Очень часто мы слышим такие слова, что вот я собору несколько раз, но Господь меня не укрепил. Господь не дал мне исцеление. Как раз это самое большое заблуждение, которое бытует в нашем современном мире. Потому что Таинцу Собору немногие православные христиане, как это ни странно, присваивают какое-то магическое действие. Забывая о том, что должна быть молитва веры. Та молитва, которая и спасает болящего человека. Многие, проходя в храм, приносят туда всю свою суету. Считают, сколько священник их раз помазал. Или думают, какая состоит рядом соседка. А молитва веры как раз и не присутствует. И поэтому человек не получает исцеление. Ибо он пришел в храм не с молитвой на устах, а с пустым сердцем, как бы с Господом заключая сделку. Что я пришел на Соборование, меня помазали, я должен быть исцелен. Другой момент, который опять-таки мы не понимаем, что некоторые болезни даются для нашего с вами вразумления. Ведь что греха таить, когда мы имеем какой-то недуг, когда мы имеем какое-то духовное ослабление. То только в этот момент мы понимаем о том, что Господь нас может укрепить. Только в этот момент мы к Господу и обращаемся. Потому что зачастую, когда у нас все хорошо, когда Господь к нам в этой жизни милостив, когда у нас в душе спокойно и умиротворено, то про Бога мы в основном забываем. Очень часто мы видим такие заблуждения православных христиан, когда пытаются прийти к собору несколько раз за год. Такого делать ни в коем случае нельзя. При одной и той же болезни соборются только один раз. Потому что, опять-таки повторяю, болезнь есть причина нашего духовного или телесного грехопадения. Лучше всего прийти на соборнию после исповеди, после причастия. А потом уже приступить к таинству соборования. Если же мы не успели до соборния сделать определенные эти моменты, то тогда после соборования обязательно надо прийти в храм на исповедь и на причащение. Чтобы это все было в совокупности. Также собороваться нельзя детям до 14 лет и здоровым людям. Потому что, опять-таки, мы молимся о болящем человеке. Поэтому всех приглашаем в храм на исповедь, на причастие и на таинство соборования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Неликой Своего веки веков. Аминь. 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 Аминь.